Любителям вскрывать чужие садовые домики не мешает ничего, даже сугробы по колено. Вот именно на этой улице совсем недавно были задержаны похитители. Они не боялись даже того, что с дороги, которая ведет вдоль дамбы, очень хорошо просматривается весь дачный массив. У экипажа ППС, который проводит регулярный объезд территории, вызвал подозрение водитель девятки. Увидев полицейских, он пытался скрыться, но они тут же подрезали автомобиль. Когда задали водителю вопрос, что он здесь делает в такое время, он сказал, что поругался с девушкой и нервничал, сидел на конкретные вопросы, не мог ответить. В это время из дачных домиков начали выходить двое его подельников. Заметив полицейских, они убежали, бросив награбленное. После этого автомобиль тут же начали досматривать. В машине были найдены медная проволока, аппарат, на сваршину похожий. Присутствие двух принятых, мы это все изъяли, протокол составили и отправили на экспертизу. Также в машине была найдена куртка, в которой находился паспорт. Как потом оказалось, одного из похитителей. Благодаря этому все подельники были задержаны и доставлены в ВВД. Всем оказалось по 23 года. Все вещи были изъяты из гаража задержанных. В списке краденого – телевизоры, газонокосилка, сварочный аппарат, обогревательный прибор, инструменты, провода. Только за этот год банда совершила шесть краж. Еще два случая было в прошлом году. Орудовали злоумышленники в садовых обществах «Шинник», «НКНХ» и «Энергетик». Возбуждено уголовное дело по статье 158, части 3. Суд будет учитывать не только проникновение в жилище, но и то, что злоумышленники действовали группой по предварительному сговору. Александр Комаров, Ренат Харасов. Новости НТР.